А как мы это сделаем? А у нас не хватит денег. Если у вас есть цель отбрыкаться от этого человека, то это самый правильный метод. Всем привет, я Алексей Ярцев, и это третье видео о типичных ошибках в общении, о типичной проблеме в общении у людей. Да, действительно, есть три типичные ошибки, и про это я уже говорил в своих предыдущих видео, поэтому подписывайся на этот канал, если ты новичок. Типичные ошибки, которые являются привычками в коммуникации людей, то есть они есть у всех, даже у хороших коммуникаторов, типа телеведущих, или актеров, или знаменитостей, они тоже совершают эти ошибки иногда, просто значительно реже, чем другие люди. И смотря эти видео или обучаясь на моих живых курсах, ты можешь избавиться от этих ошибок и сделать свою коммуникацию более эффективной. Если ты связан со сценой, если ты ютубер, если ты человек, которому по долгу службы приходится коммуницировать с другими людьми перед камерой, и от этого зависит его доход, тебе обязательно нужно досмотреть это видео. Так вот, третья типичная ошибка – это абуза. Это задавание вопросов другому человеку вместо предложения своей инициативы. Объясни, пожалуйста, почему в таком виде? В каком? Вот в таком, ну немного эпатажном. Почему? Ты считаешь, это нормально? Понятно, а ты что, считаешь, нет? Как это выглядит? Например, давай сходим в кино. А когда? В 12. В 12 я не могу. Человек не предложил своего времени, не предложил чего-то вместо кино. Он просто заобузил другого вопросами. Если у вас есть цель отбрыкаться от этого человека, то это самый правильный метод. Очень часто его применяют политики, когда им не нравится вопрос, они начинают задавать встречные вопросы. Еще один вопрос, такой жестокий, с журналистской точки зрения, извините, пожалуйста. Может, вам кофе? Вы пьете кофе? Нет, спасибо. Спасибо, мы хотим каждую секунду. Вы хотите кофе? Мы вам не мешаем секунды задавать, принесите нам кофе. Он говорит, хорошо, я отвечу на вопрос, но секундочку, просто ответьте. Вот просто ответьте. Кто-то говорит, нет, вы ответите. Ну, просто ответьте, пожалуйста. И это работает. Но дело в том, что наш мозг, из-за того, что он ленивый, а задавать другому вопросы, это заставлять его думать за тебя и отвечать гораздо проще, чем придумывать инициативу самому, очень часто обучается за годы жизни поступать таким образом в любой критической ситуации. И год за годом человек репетирует себя, тренирует себя обузить других вопросами. И в результате он превращается в человека, с которым не хочется иметь дело, потому что он будет спрашивать по любому поводу. Я даже сталкивался с девушкой, которая спрашивала о вещах, о которых я точно не имею понятия. Мы точно успеем на этот автобус? А во сколько он идет? Слушай, а если он будет переполнен? То есть человек выгружает всю ответственность за принятие решений на другого человека. Почему этого делать не надо, хотя кажется, так было бы здорово обузить всех вопросами? Потому что сильные игроки, и в импровизации вы это заметите, очень быстро перестанут с вами играть. Они просто будут избегать коммуникаций с вами. Я понимаю, что вам непонятно. Всего хорошего. Возможно, если вы начальник, руководитель, то вы сталкивались с тем, что сотрудник, когда ему хочется что-то делать, он говорит, да, я сделаю. А когда ему не хочется сделать, он говорит, а как мы это сделаем? А у нас не хватит денег, да, они нам не позволят. Да, ну ты думаешь, этого будет достаточно? Да нет, это никогда не получится. Нет, Бог! Нет, Бог, пожалуйста, нет! Нет! Они задают вопросы, как ты хочешь, чтобы я это сделал? Очень часто ребенок, если вы родители, вы тоже замечали, что очень часто ребенок, которым говоришь, заправь постель, а как я заправлю, там Маша? То есть он придумывает какой-то вопрос, который заставляет вас за него придумывать решение. Когда человек хочет, и ему нельзя, допустим, ребенку, на ребенке это очень хорошо заметно, он сам придумает метод, как ему это сделать. Когда он не хочет, он начнет вас спрашивать, чтобы вы придумали этот метод, и пока вы будете его придумывать, он вас отвлечет и, может быть, закидает вопросами так, что вам будет проще сделать самому. Если вы с таким поведением сталкивались, поставьте, пожалуйста, пишите свою историю в комментариях, или просто поставьте плюсы в комментариях, потому что для руководителей это прям типичная проблема. Туши! 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 Так вот, эта игра, как минимум, выведет ваших сотрудников на чистую воду, а как максимум покажет вам, что вы можете с этим сделать. Как вы можете исправить это самое главное в самом себе, чтобы научиться предлагать инициативу, потому что проживать жизнь по собственной инициативе гораздо более радостное в мероприятии, чем обузить других вопросами, рассчитывая, что они что-то придумают, то, что вы хотите, чтобы они придумали. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема, то вы можете прочитать об этом подробнее в моей книге про импровизацию, ссылку вы найдете в описании, либо, если вы хотите, вживую, и я вам настоятельно рекомендую вживую, потому что это очень эффективный тренинг, это лучше актерского мастерства. Здесь вы одновременно являетесь сценаристом, режиссером и тренером самого себя, потому что вы будете разглядывать свое собственное поведение на сцене. Приходите на живое обучение. Спасибо, что посмотрели эту серию видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующей серии.